мониторинг железа при помощи утилиты open hardway monitor после установки забикс агента далее нам нужно получать сведения о состоянии железа смысл мониторить операционную систему либо какие-то программы их работоспособность если например у нас беда с железом то есть изначально нам нужно знать какое состояние у нас железа например у нас умер от жесткий диск или идет перегрев а мы будем мониторить только программы то есть это неправильно изначально нужно мониторить железо после операционную систему и работоспособность далее работоспособность программ всех сервисов и все остальное необходимо для работы особенностью обнаружения скрипта является в данном случае имя датчиков в имени датчиков должен содержаться всего один пробел если было два пробела то скрипт будет работать некорректно так как скрипт настроен на два пробела после чего ставится табуляция то есть идет разделение таблицы так как вся таблица состоит из пробелов когда переименовывайте датчик обратите внимание чтобы здесь у вас был всего лишь один пробел если здесь вот два пробела то следующее слово отнесется к следующему столбцу таблицы и вся таблица сместится то есть будет уже не 10 столбцов а 11 столбцов данной строке то есть в таблице между вторым третьим и четвертым столбцами всего лишь два пробела между индекс айди и макс если примеру скрипте задать то что учитывать столбцы от трех пробелов 2 это считаться всего лишь один столбец то данные три столбца будут считаться как один столбец и это неправильно поэтому в названии элементов не должно быть более одного пробела если два пробела это будет считаться уже отдельный столбец и все сместится в данной таблице нету табуляции сделано все чисто на пробелах высчитать ширину столбцов по количеству символов здесь невозможно так как я пробовал указать по ширине символов то одна таблица попадает другая таблица уже имеет более широкие столбцы и уже по количеству символов она опять также не попадает какие датчики можно использовать из данной утилиты например напряжение bios батарейки температуру скорость вращения кулеров далее нагруженность на процессор у нас уже показывает стандартный шаблон windows то есть нагрузку на процессор в принципе можно не брать загрузка оперативки у нас также есть в стандартном шаблоне windows от агента также ее можно не учитывать по жесткому диску температуру можно взять отсюда и загруженность жесткого диска можно взять также отсюда потому что в стандартном шаблоне windows у нас мониторится только свободно занята память общее количество памяти на диске момент по скриптам кто будет использовать скрипт версии 3 до версии 3.3 данный скрипт можно использовать на обычном системнике где установлен один процессор но если же у вас это будет сервер и там два процессора то нужно использовать скрипт от версии 3.3 так как иначе в названии вы получите два имени процессора они будут определяться по второму столбцу то что они относятся к cpu но название у них будет одинаковое здесь и они будут выходить в одну строчку далее уже со следующей версии скрипта сделано разделение по id процессу и уже имя отображаться корректно обзор шаблона аппаратное обеспечение по ldd автоматическое обнаружение датчиков для утилиты на windows open hardware monitor есть версия шаблона 1.0 более простая и есть версия шаблона для версии 3 версии 3.1 и версии 3.4 на данный момент данные датчиков мы будем получать с помощью данной утилиты здесь указано имя хоста далее модель материнской платы на материнской плате располагаться данный чипсет в данном чипсете есть у нас данные по напряжению напряжению батарейки bios температуры скорости вращения вентиляторов здесь нам данные недоступны ниже у нас идет процессор данный процессор разбит на ядра далее идет температура процессора здесь отображаться только всего лишь одна температура оперативная память видеокарта определяться только модель далее данных нет после идет жесткий диск жесткого диска можем определять температуру и его загруженность если данная утилита здесь у вас ничего не показывала то что нужно вам то данный способ вам не подходит если же здесь есть данные которые вам нужны то данный способ вам подойдет данная утилита расположена по следующему пути диск c папка zabbix open hardware monitor данная утилита должна работать как служба здесь она должна быть запущена также должен быть запущен zabbix агент при работе службы данная утилита должна быть закрыта иначе могут не идти данные данная утилита может перебивать саму службу для установки автоматическом режиме данной утилиты и самого zabbix агента можно воспользоваться следующим батником который устанавливает следующие компоненты и производит настройки также в данном батнике можно закомментировать то что вам не нужно устанавливать и выбрать нужные опции для установки либо же установить все вручную переходим к обзору шаблона шаблон первой версии данный шаблон работает на следующей команде запускаем cmd следующая таблица содержит 10 столбцов для первой версии шаблона нам потребуется это айди индификатор далее возьмем имя для имя датчиков возьмем категорию датчиков к чему у нас относится датчик последний столбец значения будет браться напрямую без использования скрипта после того как элементы будут найдены создастся определенный ключ для запроса значения запрос будет происходить по айди элемента айди элемента фиксировано и не изменяться для каждого один мы получим имя и категорию которой она относится для работы данного шаблона требуется zabbix агент так как запросы на значения будут происходить через сам zabbix агент минуя скрипт сам скрипт мы уложим на zabbix сервер у меня он лежит по следующему пути у вас же может быть отличаться присоединенные шаблоны здесь ничего нет теги нет максеры нет группа элементов создана одна название утилиты элементы данных созданы два элемента данных первый элемент можно запрашивать всю таблицу на данный момент она отключена кому нужно можно его активировать максимальная температура данный элемент здесь не использоваться остался из предыдущего шаблона возможно когда-то его реализую в скрипте но на данный момент данный элемент здесь не запрашиваться триггеры также отключены так как элемент не использоваться далее правила обнаружения здесь прописан скрипт первый здесь бот эпихаста когда шаблон бот присоединен к узлу элемент поиска интервал обновления поиска датчиков 3600 секунд период сохранения потерянных данных один день работа через внешнюю проверку предобработки нет ld maxer нет фильтры нет прототип элементов здесь мы получаем в имени датчик категорию имя датчика и id здесь у нас прописан запрос напрямую для получения значения для переменной id здесь у нас появляется значение id для каждого найденного элемента единица измерения здесь взята категория датчика интервал обновления 300 секунд период хранения 90 дней группа элементов данных здесь указана утилита хотелось указать здесь переменную но данная переменная просто встает как имя то есть сюда нельзя подставить переменную чтобы допустим распределить каждые датчики по своим категориям напряжение к напряжению температура к температуре и так все остальное в общем все датчики относятся к одной группе элементов внизу описание что можно получить с данной утилиты возможно у кого-то будет данных больше у кого-то меньше но это нужно смотреть само утилите как она себя поведет на определенном железе предобработки у нас нет категория берется у нас из предпоследнего столбца то есть отсюда далее имя у нас берется отсюда из шестого столбца и айди элемента нас берется из третьего столбца например возьмем айди 3872 выполняем данный запрос получаем значение или же например другого датчика изменим айди мы также получаем значение но здесь нам мешает само слово значение то есть нужно делать предобработку и оставлять только циферное значение поэтому команда запроса будет выглядеть не так а данный запрос через забекс будет происходить вот по такой команде как получить данный ключ написано в официальной документации забекса ссылочка оставлена ниже изначально была попытка сделать запрос ключа вот таким но ключ таким работать не захотел поэтому сделано без предобработки сделан вот такой ключ идут сразу значения здесь подставляться значение айди для каждого элемента и мы получаем в ответ данные не используя скрипт также можно запрашивать любые другие параметры например по ключу идентификации и допустим мы хотим узнать макс и мин температуры либо же мы по айди хотим узнать имя элемента то есть тут указываем просто имя нам в ответ приходит имя в данном случае мы запрашиваем напрямую одно только лишь значение все имена мы получаем с помощью скрипта была попытка сделать во второй версии скрипта получение данных имени запросом через скрипт но при помощи команд который мы споря определяем айди для айди мы выставляем столбец имя и мы получаем в ответ имя но это очень получается такой нагруженный скрипт по времени он выполняется дольше в общем от данной затее я отказался но попытка такая запроса была то есть выполнялась данная команда здесь запрашивалось имя здесь запрашивалась категория датчика а в самом начале здесь мы получали айди элемента переходим дальше к обзору шаблона и так по элементу в общем здесь мы запрашиваем категорию датчика имя датчика айди датчика здесь можно убрать то что вам не нужно и оставить только нужное далее получаем ключ для запроса значения тип информации стоит числовой сплавающей точкой если поставить целоположительное оно подходит не ко всем элементам и пишет то что элемент не соответствует выходит надпись что вы используете элемент строка то есть нужно использовать числовой сплавающей точкой предобработка элемента нету прототипы триггеров здесь были триггеры на температуру но так как например мы получаем значение и для кулеров скорость вращения и также для напряжения то данные триггеры уже к этим элементам не подходят и для каждого элемента нужно создавать триггер вручную либо для группы элементов создавать один триггер также связано с графиками например для каждого элемента будет создаваться свой график а нам например нужно создать один график с температурами то есть несколько элементов их же опять придется создавать вручную поэтому если например вы получаете только температуру то есть смысл создать авто создаваемые триггеры но опять же я делаю например все ядра в один триггер если одно из ядер выдаст большую температуру триггер сработает например если создать для каждого ядра свой триггер и у нас допустим 2-3 триггера ушли в повышение температуры а другие нет то у нас три триггера одновременно отработают зависимость друг на друга там не сделаешь так как может вообще ничего не отработать потому что они будут все зависимы друг от друга и в данном случае по триггерам вы решаете уже сами как вам удобней это что касаемо первой версии шаблона далее рассмотрим шаблон версии 3 в данном шаблоне что изменено добавлено еще запрос железа то есть имени и для создания родителя например на каком-то чипе чип установлен на материнской плате и этот чип нам отдает допустим датчики напряжения и датчики температуры это сделано для более понятного где находится датчик вообще версия скрипта 3 она сделана более для удобного понятия откуда у нас взялся датчик то есть указывается материнская плата родители если он есть если родитель это та же материнская плата в начале уже у нас имя материнской платы не выходит чтобы не дублировать имя далее у нас идет родитель тип после идет допустим какой-то чипсет либо какая-то плата которая мониторит какие-то данные железо дальше выходит имя датчика ID датчика и уже мы снимаем показания с этого датчика то есть изменено в целом только имя в данной версии скрипта чтобы было понятно откуда у нас взялся данный элемент также в версии 3.3 разделены процессоры если например у нас установлено два процессора то она в имени элемента выводит двойное имя процессора так как они совпадают сделано разделение данных процессоров в версии 3.4 добавлена единица измерения изначально была сделана категория категория это как-то не совсем удобно не совсем красиво сделано нормально отображение единицы измерения каждого из датчиков если запустить данную команду мы получим следующую табличку здесь мы видим четвертом столбце наименование железо то есть материнская плата жесткий диск процессор дальше идет на материнской плате у нас родители установлен определенный чипсет который собирает у нас данные по напряжению по большей части также там датчик температуры есть далее у нас указана видеокарта оперативная память так тут у нас что-то задвоились данные это связано что-то у нас cmd но как бы это не суть то есть данная по железу у нас получается следующими далее две таблички сенсор и железо мы связываем между собой версии 3.4 они у нас уже связывается и по процесс айди так как для разных процессоров здесь будет разный процесс айди чтобы процессоры у нас не дублировались у нас идет связка между вот этими столбцами родитель нас у нас лет с предспоследнего столбца то есть если здесь указана материнская плата для этого датчика значит мы берем данные со второго столбца идентификатор и берем имя так но о работе скрипта это потом будет более подробно сейчас дальше рассматриваем данный шаблон присоединенных шаблонов нет теги нет максеры нет группы элементов опять же только создано название утилиты элементы данных можно включить получение первой таблички info сейчас она деактивирована максимальная температура здесь также не создана и соответственно два триггера здесь тоже не работает принципе можно их удалить либо допилить в скрипте правило обнаружения здесь также все как и в первой версии только здесь мы ссылаемся на скрипт 3.4 обнаружение идет также 3600 секунд раз далее указываться куда мы ссылаемся через внешнюю проверку предобработки нет ld нет фильтры нет про тип элементов целом здесь все что изменено это имя элемента то есть идет материнская плата родитель тип родителя сам родитель типа устройства имя устройства датчик имя датчика здесь мы подставляем айди здесь у нас единицы измерения уже юниты на версии 3.4 то есть подставляется уже нормальные значения также здесь внизу есть описание переменных то есть если вам нужно убрать что-то из имени также можете это за комментировать в скрипте чтобы не получать если вам этого не нужно здесь сделаны принципе вывод всех данных предобработки данного элемента нет прототипы триггеров есть но они также отключены просмотрим данный скрипт привязаны к узлу здесь у нас получено 40 элементов то есть 42 два элемента у нас здесь отключены и уже идет то есть вот здесь подставляться у нас айди здесь как мы видим у нас отображаться в начале материнская плата дальше родитель тип для данного элемента нет здесь тип cpu центральный процессор дальше имя процессора датчик лад лад это значит загрузка процессора cpu core 1 это значит загрузка первого ядра ниже например нас уже идет датчик который завязан на родителя то есть указан родитель материнская плата далее идет модель материнской платы тип у нас идет super y дальше идет чипсет либо чип на котором все висит датчик fun то есть это кулер кулер 1 здесь у нас уже например родителя нет здесь у нас значение пусто тип тоже пусто но вверху у нас отображаться материнская плата то есть все установлено на данной материнской плате и привязано к ней здесь связано уже с оперативной памятью здесь у нас установлен батарейка на bios которая у нас должна показывать значение 3 вольт принципе батарейку можно задать фиксировано в элементе но это актуально не для всех плат и элемент будет просто висеть как не определен но в принципе при создании можно задать жестко на него триггер и уже как бы он будет постоянно мониторить данный элемент можно отключить в скрипте чтобы он его не искал не находил и вывести его просто отдельно не по id а по названию webbat название фиксировано и элемент только такой всего лишь один это то что касаемо батарейки но у меня сделано автопоиска батарейка также находится но триггер нужно на нее создавать уже вручную если вы хотите мониторить bios батарейку также если мы зайдем в датчик здесь у нас уже единица измерения проставлена по напряжению это у нас будут вольты клок у нас тут мегагерцы здесь у нас проценты по температуре у нас здесь градус и цельсия так рассмотрим последние данные здесь у нас частота в мегагерцах здесь у нас сокращено то есть тут тысячи он нам показал то что он их преобразовал сокращенный вид здесь у нас загрузка здесь у нас температура название датчиков не влезают то есть если вы хотите их как-то сделать короче можете переименовать на свое усмотрение здесь у нас датчик отображается полностью можем посмотреть за три часа за один день в общем фильтровать вам как угодно за какой промежуток времени вы хотите посмотреть данные в скрипте есть возможность указать какие данные вы хотите получать то есть например только температуру либо температуру и еще что-то для этого скрипте есть следующие несколько строк связанные с получением общей таблицы то есть вот по этой команде мы получаем все элементы всей таблицы например здесь мы не получаем строки где у нас держится решетка то есть если вот в элементе есть решетка у нас например вот как здесь либо вот здесь но можно переименовать датчики на свое усмотрение но после этого после перезапуска службы нужно посмотреть чтобы имена сохранились как вы их переименовали они вернулись обратно как они были до этого например вот этот датчик у нас без решетки он возьмется вот это у нас с решетками они уже не попадут и элементы не создадутся либо же есть третий вариант здесь можно написать что мы хотим оставить например датчик температуры и датчик напряжения и у нас выйдут все датчики температуры и все датчики напряжения все остальные датчики у нас не выйдут то есть вы раскомментируете данную строку здесь вы данную строку закомментируйте здесь пропишите нужные вам элементы какие вы хотите видеть либо сделайте это с решеткой оставите под решеткой то чего не хотите видеть и без решетки то что вы хотите видеть по элементам в целом наверное обзор скрипта завершён разбор самого скрипта будет отдельно также разбор скрипта есть на сайте здесь все расписано как что я получал каким методом что откуда и куда приложены скриншоты про изменения также написано где что в скриптах менялось то есть как изначально был сделан скрипт что потом дорабатывалось где как происходила связка какой с какой таблицей на этом обзор скрипта на автоматическом получении элементов данных будем считать завершенным